Власти приняли решение не допускать демократическую коалицию. Уверен, что даже если на местах имелись какие-то определенные инициаторы, то во всяком случае они согласовывались с администрацией президента. И демократическая коалиция в лице партии РПР Парнас не допущена в дом выборов ни в Новосибирске, ни в Магадане, ни в Костроме. Напомню, что если в Новосибирске уже принято решение не только областной избирательной комиссии, но и Центр избирательной комиссии, но и Центр избирательной комиссии в отказе нам в регистрации. В Магадане в настоящее время ситуация обжалуется Центр избирательной комиссии и она обжалуется по стране. В Калуге мы сами не стали подавать подписи по целому ряду причин, видя те риски, которые несут наши сборщики подписей, потому что действующий российский режим не зря создал такие условия, что по сути по подписям невозможно зарегистрироваться, если нет на то желание властей. То есть, если, например, в Новосибирской области нам было собрано более 10 тысяч подписей, но тем не менее, значит, значительное их количество было признано недействительными, нам не хватило для регистрации, чтобы порядка 300 действительных подписей. Когда стали разбираться, выяснилось, что Федеральная миграционная служба, куда избирательная комиссия области направила на проверку подписи избирателей, пользовалась просто устаревшей базой. Конечно, реальный выбор должен делать избиратель, а не избирательные комиссии, которые отбраковывают по совершенно надуманным основаниям. Наша партия, конечно же, будет обжаловать, уже идет процесс обжалования, отказ от регистрации в Новосибирской области, в Магаданской, ну и, собственно говоря, в Костровской области. Чем это закончится, поживем, увидим, думаю, что где-то все-таки, может быть, ради того, чтобы показать, что у нас демократическое якобы управление в стране, может быть, где-то все-таки режим решит нашу партию и зарегистрировать на выборах. Понятно, что если партию восстановят уже за 2-3 недели, собственно, до дня голосования, то очень сложно за этот период надлежащим образом и эффективно провести агитацию, привлечь избирателей. Партия явно поставлена в неравномерные условия. И совершенно очевидно, что говорить о честных и справедливых выборах в том плане, как они подразумеваются 3-й и 32-й статьями Конституции, скажем, 3-й статьей 1-й протокол Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, вот в этих условиях говорить о справедливых и свободных выборах не приходится. Но, тем не менее, партия все равно борется и будет бороться за каждого избирателя и за участие в выборах в каждом регионе. Да, мы не могли, не имели возможности сказать, что, как зачастую говорят, ну вот, видите, вы же сами не хотите существовать, не хотите избираться. Нет, партия хочет избираться и вести диалог с избирателями, но ее не допускают до выбора. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...